Добрый день! Сегодня 20 мая уже 2024 года, а я все еще рассказываю про свою поездку в Вегас. Бесконечная, казалось, поездка. Мы были там пять ночей, соответственно, пять полных дней точно. И я, начиная сегодняшний рассказ вот с этой фотографии, почему-то я ее оставила. Это, естественно, из пирамиды, из отеля Luxor. Вот такой замечательный Тутанхамон, по-моему, здесь стоит. И я к нему прижалась как родная. Безусловно, эту фотографию надо сохранить, поэтому я ее здесь и ставлю. Вообще, мы сегодня будем с вами гулять по Вину. Я его очень люблю. И мы туда пошли с Ирочкой, той самой девочкой, которая мне вот эту вот шикарную красную розу подарила, в которой я вам и на ряд дня показала, и показалась вам на стрим в прошедшую субботу. Мы с ней там очень хорошо погуляли, и она зашла и купила себе великолепнейшие духи от фирмы Chanel. И я с ней даже в магазин не заходила, потому что мне нужно было походить и заснять вот эту любимейшую красоту. Она, кстати, почти не меняется у них. Если в Беладжио они каждому сезону новую экспозицию делают, то здесь жить-то там, ой-ой-ой, сколько потрачено каждый раз. А здесь есть и живые цветы, и очень много муляжей. Так что здесь подешевле обходится. Хотя и Беладжио создавал мистер Вин, и потом он его продал и создал вот Вин и Энкор. То есть я была не права говорить о том, что только в Вин сходили. Они соединены между собою, и мы там с Ирочкой уже погуляли в полное удовольствие. А я уже стала говорить о том, что она заходила в Chanel, и она приобрела себе духи. Причем предварительно договорившимся с мужем, не может ли она себе купить подарок. То есть девочка вот так хорошо, грамотно живет, что, дорогой, я хочу от тебя подарок. Могу ли я рассчитывать вот на такую сумму? У нее карточка-то, конечно, есть, и она везде за себя уже платит легко. Но когда это приличная сумма, то она абсолютно правильно делает, что когда мы зависим еще от мужчин полностью, то надо бы хотя бы разрешение спрашивать, потому что мужчинам это нравится. Не потому, что они хотят нас контролировать, а им это нравится. Я вам рассказывала про ситуацию, когда я услышала такую фразу от женщины, которая была замужем за очень богатый мужчину. Ее муж был самый богатый среди всех моих знакомых. У него было несколько заводов в нескольких штатах. И она ему звонит и спрашивает, а можно я в такое платьице куплю? Я думаю, божечки мои, чего же тут такое происходит? Она жутко любит. Я уже попрошу, и я про это рассказывала, девочка услышала. И она вот так красиво себя ведет с мужем, который ее любит со страшной силой. То есть это у меня кусочки с предыдущей ночи остались. И мы с Ирочкой гуляли, потому что девочки были на шоу. А на следующее утро Линуся нас забрала и повезла нас в новые отели. Я их имена-то не запомнила, что смотрите, вот это, по-моему, называется Fountain Blue, что ли. Вот эта вот панель я сняла в лифте. То есть даже в лифте не кнопки, а смотрите, вот такие шикарные картинки. И вы нажимаете, куда вам нужно. И мы там с девочками уже и нафотографировались прямо возле лифта. И в туалете я там все-все-все засняла, потому что заходишь, а тут у вас буквально космический корабль. И, конечно, массу всяких фотографий мы наделали вот возле этих огромнейших букетов с живыми розами. То есть в каждом отеле тратится огромнейшее количество на декорацию и на живые цветы. Это одна из фишек Вегаса. И пусть так будет всегда. А теперь давайте мы побродим по отелям. Кстати, их два. Я не знаю, я их различу или не различу, потому как я была там впервые. То есть я вам уже говорила о том, что в Вегасе каждый год бывает какое-то невероятное чудо. И, к сожалению, в этот раз Филипп был настолько занят, он только что закончил еще одно образование. И поступил на новую работу, и старую еще не бросил. И он ни разу с нами не встретился. Но если бы он был с нами, он бы обязательно нас тоже туда повез. И он бы нам целую лекцию прочитал. Кто создавал, на какие деньги. Чьи были идеи, какие были идеи перед этим. И почему приняли именно эту. Он все-все-все знает. Я обожаю, когда он рядышком с нами, потому что этот лектор один из моих самых любимейших. Но так вот сложилось, что я его уже не видела вот до нашей свадьбы года два или три даже. Наверное, три. Потому что я же не ездила в тот год, когда женщина ушел. Я не ездила ни в Вегас, никуда совсем. Я попу посадила ровненько. И траурный свой год провела так, как положено. Только на классическую музыку ходила. А потом была пандемия. Они со мной не встречались. И вот только в прошлом декабре я увидела. Люблю, не могу. Такой золотой у нас мальчик. Просто прелесть какая-то. А мы с девочками побродили на все этажи. Прошли, смотрите, тут такое удивительное сиденье сделали. Оно все из пятицентовых монет. Причем я сначала была уверена, что это из двадцати пятицентовых. Оно называется у нас квадра. Но потом достала, сравнила. Нет, хотя почему-то кажется, что будто бы по крупнянию у нас размером отличаются эти монеты. Вот такое чудо. Я не могу найти фотографию, где я прямо залегла на это кресло, чтобы девочки меня сфотографировали. Я так хорошо потерлась об эти монеты, чтобы мне везло и в казино тоже. В казино у меня прямо разные бывают ситуации. Иногда мне везет, иногда везет очень хорошо. А бывает так, что я за 15 минут все спустила. И я вам говорила о том, что у меня пока лимит 100 долларов в день. Я очень надеюсь, что скоро это будет 300 или 500. Но пока я стараюсь обойтись 100 долларами. И если уже я их продула, то я их и продула. И поэтому мне очень хотелось, чтобы мне везло. Я уже на этом кресле там всяко полежала. И так, и так. И заснимите меня, пожалуйста. Ну и может девчонки, если услышат, они мне пришлют, если у кого-то эта фотография осталась. Потому что я ее действительно очень хочу. Но чего-то у меня ее нет. Так что, если они не удалили, то пришлют. Я только хочу вернуться назад к вот этому снимку, который мы сделали в лифте. Вот такие теперь лифты у нас. И обратить ваше внимание на вот эту бабочку. Во главе рядом с названием. То есть эта бабочка – это символ этого отеля. И у них много-много встречается таких бабочек. И вот даже люстру они сделали. Все в этих только хрустальных бабочках. То есть дизайнеры там поработали как следует. А я хочу сказать о том, что я не зря попой покрутилась на этом кресле. Потому что мне наконец-то стало вести. И я даже хочу те небольшие ролики, которые девочки мне сняли и прислали. Я их оставлю так, как есть. Вы услышите наш разговор. И увидите те выигрыши, которые у нас были. Правой рукой сжать. Пусть будет три вилла, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Найди четыре, милла, тогда. Давай, ну, сидишь где. Давай, давай, давай. И докатился маленько. Волшебная кнопка. Рассказывается. Мальчик, снимайте. 44, это хорошо. Это очень хорошо. А ну, он там повторяет, сколько тебе выплатили наверху. Я выигрываю. Иди, ты смотри, у нас кино. Видишь, как он кричит у меня. Ты, 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 меня развратили. Мы тебя окончательно развращаем. Кто сказал, в этом казино выиграть нельзя. А, в другом не выиграешь. 130 взяли назад. Класс. Надо снимать деньги и уходить, Галь. Сейчас снимем, уйдем мы снова поиграем. О, 150 уже? Да, 150 уже. Еще три спина. 15 на 2 умножим. Е-е-е-е-е-е-е-е. 30 дали. И еще помаленечку. Привыкайте, девки, выигрывать в казино. Причем играла я на рубль 50. Так, на рубль 50 играла, а выиграла сколько? Ну, уже 150 выиграла. Уже даже 200, наверное, выиграл 190, еще два спина Нет, еще два спина А вы думали, зачем я сюда приезжаю? Мне очень нравится выигрывать Так, 200 выиграли Сейчас Лэри пошлю Я говорила, это твоя вина А он снял денег и забыл мне дать Последний спин, девчонки Давайте, давайте еще Вот мы ждали с тобой, помнишь, тревилла А ты говорила, зачем тебе тревилла? А вот они 200 долларов надавали нам 200 долларов, а положили сколько? Я 100 Да, обалдеть Ура! 213 выиграли Ура! Вот и кино было Вот у нас результат И, конечно же, потом мы, когда выходили из этого отеля, еще было на что полюбоваться Смотрите, как удивительно они поставили не просто на попа, а вообще на нос поставили Настоящее А вокруг такая тоже неземная красота Да, и последние ролики, по-моему, уже в другом отеле Я не помню, мы там играли Играли, не играли Наверное, маленечко поиграли Может быть, какой-то из этих зарисовок, где я вам дала послушать, как мы играли Они вполне возможно, что и в этом отеле тоже Да-да-да, я вот помню вот эти шарики, которые я снимала, потому что, ну, мне очень-очень хотелось Удачу за хвост хотя бы немножечко подержать Но мы были вынуждены уходить, потому что новые мои девчонки, они тоже понемножечку начали играть И я вам даже говорила, что одна из них у нас выиграла вот 536 долларов 69 центов за один раз Новичкам, что называется, везет, это очень хороший выигрыш То есть даже при том, что у меня там и 200, и 250 были долларов за раз Вот это уже называется джекпот То есть когда вы сняли хорошую сумму, потому что вы собрали все так, как нужно И он не самый маленький, мы маленькие, там бывает и 10, и 20, и 30, и 50 А это вот мейджа, он 536 долларов, мы за нее очень порадовались То есть здорово тебя так тоже развлекать, но, естественно, не на последние деньги И я вот такой вот ролик вам собираю Тут какие-то красоты, может быть, будут без моего голоса Но я хочу, чтобы вы вместе со мной прошли и по этим двум отелям Кстати, один-то я знаю название, хотя я прочитала и не уверена, что так А второе, сейчас, когда буду собирать, может быть, оно где-то блеснет А может быть, потом Ленуся нам напишет, что я вас водила вот туда-то, туда-то Надо было мне эти выигрышные талоны хотя бы снять, чтобы я запомнила, где была Вот так, вози ее по хорошим отелям, она еще не вспомнит, где была Но я себе позволяю и быть, и забывать, и ошибки делать Потому как вот такой у меня теперь возраст смешной Но самое главное, что я научилась к нему вот так легко относиться То и вам тоже советую Не предъявляйте себе слишком больших требований, если это уже какие-то возрастные изменения А с вами была Галина Смис Всего доброго, пока-пока Продолжение следует В следующем ролике я вам расскажу про нашу встречу с Катюшкой Потому что все спрашивают, встретились, не встретились Да, встретились Да, встретились, и я расскажу, как это произошло Всего доброго, пока-пока